Девушки отдыхают 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 И поэтому удары Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он чувствовал Девушки отдыхают Есть такое И занимаясь Девушки отдыхают 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 На чем все Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот я вопрос Девушки отдыхают И у всех Мы говорили Бог нам Сколько подыхают Я не иритик, я исповедую Христа во Святой Трои и с Единого Слави Аму. Но Бог сказал, и таинство, я говорю, скажи, ты крещение слышал как? Почитай, что в третнике написано. Троекратные погружения. По телевизору показывает. И так, это троекратные погружения. Вот так ребенка как-то ногами держит и поливает. Не в другое время, именно в это время. Говорит, по делению показывает, и батюшка смотрит, ну смотри, что они делают-то. Это то. Сейчас венчане-то нет церкви, нигде. Венцы сзади люди держат. Как? Где венчали когда? Посмотри, в ельное время, венок наливали на голову. Когда златовуста хвалили, он говорит, венок больше головы опустился до плеч. На голове не задержался. Но чтобы держать над головой и считать, что он человек венчанный, кто? А чтобы не запачкать, говорю, батюшка, а почему не венчаете людей-то? Ну, знаете, люди бывают там потные, бывает там лакировка. И все. И таинство может вернуть ногами. Да люди пьянеют от когор. Наливай квас или морс, прищищай. Вот ты знаешь, как к причастию надо подходить, как готовиться? Спроси людей, как? Первую седьмую неделю постимся. Златовуста говорит, почти первую седьмую дочь у царя понравится ему, а остальные пренебреги. Я говорю, батюшка, а какое таинство больше всего нарушается? Больше откровение наглее. Он мне ответил. Я говорю, покаяние, исповедь. Нигде столько лжи нету, как здесь. Разбирает на несколько частей. Благословляет у одного священника одно, скажет у другого. Другой ей сказать нельзя, священнику умрет от ужаса. Ты, дочка моя, исповедуй, она такая девственница. А в России Юрасов пишет, я достал исповедовать уничтожение аборта. А для матери она девственница. Исповедуй, она такая уже женальная девственница. Исповедуй так, как по куте Боровскому шел князь Петр, и говорит, колени подгибались от страха. Но он святой. И святой потому, что большее число людей выравил, и потому, что он в сроке был. Но он зал к другому нельзя. Усилен берется, старше Божие. Нам православным легко ссылаться. Я говорю, Кирилл Усалимский сказал, блаженый Иераним. Далее. Есть брошюра такая о крещении. И слезал ее Игумен Игнатий. Ну, он меня не знает, я не знаю. Но на брошюрке, вот там вам, отцы, вот это вот, моя визита, что-то возьмите. Вот это вот фотография. Она взята из интернета. Я хочу сказать, что еще лучше они не нашли. Передайте отцу Александру. Вот. Продают дальше, по благословению, патриарх Алексея Второго. И она продается брошюрка. И одна сестра знакомая нам подошла и говорит, а на картинке-то это крещение, это отец-то Аким покрестит-то. Убрать все брошюрки немедленно, сжечь их. Вам рассказать, где и кто? Я назову вам. Из-за того, что эта картинка выбрана автором, благословенным патриархом, не знаю, картинка благословенная, нет, но под текстом написано так. Что здесь еритического? Что священник в воду зашел, написано, говорит, и Филипп и Евнух оба сошли в воду. Где? Какая ересь-то? Из своей брошюрки изъять и сжечь. Это уже не бешенство. Это полное обезнование от злобы. И Сидор Пелосиот, святой такой, малоизвестный кому-то, говорил, предвзятость не дает здравого вышления. А злоба вообще отнимает разум. Вот мы в этом состоянии можем легко оказаться. Никакой предвзятости. Вы знаете, здесь есть вот среди вас известный протеерей отец Александр. У меня не были мирными отношениями с его отцом. И причина одна. Мы ратовали за благовестие, за проповедь. У нас были очень натянутые отношения. Очень. 25 лет, наверное. Но! Я много проповедовал. Думаю, что в России никто столько. Во всех отделах милиции, воинских частей везде. И вот Сталин на него всякую клевету говорит. Говорит, нехорошая, просто против седьмой заповеди. Я столько имел встреч, я встал в течение примерно двух недель, я все разметал, нигде не осталось. И в печати, и везде. Все. Ложь. Сто процентная ложь. И когда он узнал отец Николая, как он благодарил. И Николай, он же ваш враг. Не враг он мне никак. Это друг мой. Я за его душу борюсь. Не было этого. И легко доказать. Я двух лыжесок представил, и все. А его дочка с нами, и его дочка еще в школе учится. Перестаньте болтать. А если училась, она будет в медицинском. Педиатрия. Какая группа называется, я документы имею на руках. Не надо лгать. Даже если против врага говорят неправду. И тогда восстань. На мою сторону, ни один священник не встает. Конкретно. Что делает священник в Рибрихе? Он вызывает милицию. У него связи. Он представляет свидетелей Егора. У них только что публикация в Горном Алтае. Там суд идет. Мы приезжаем. Все закрыто. Милиция. Ну ладно, там оказался Олег Казаков. Редактор. И с ним знакомый, кто приехал с нам. Ферга. Долгов Женя. И Станин говорит. Позвонил сразу. Они были зарегистрированы в Алтайском краевом отделе юстиции. Православные. Вы зачем мне правду говорите? И написали. А кто же оставил священника первым секретарем КПСС по идеологии? Кого пускать, не пускать. Это газеты. Знали о трудах. То есть они против себя пошли. Он знал неправду. Знал. Теперь. Ну ладно, ну не надо. Это единичный случай. Единичный. Мы приезжаем в Павловск. 20 тысяч населения. Священник гоняется на нами. Вызывает милицию. Я в другом конце. Мне идите скорее. Наших ребят забрали. Вот он сидит. И вот. Я приезжаю в милицию. Все засняли. Они хотели сказать. Не снимайте. Они сажулить, чтобы не снимали. Мы все засняли. Я говорю. Ребята, у вас хорошая зарплата. Вам что, лишнее это? Записали, показали документы. Это нет. Но ничего. И он за священником. А скажите, а что ты когда что делаешь? Да ничего. Он оболгал вас. Мы православные. Мы недалеко напротив нового строящегося. И заканчивая в каждом 56 сел мы заим только храм православия, московской патриархии. Только. Ни одного из священников не было. И вот мы предлагаем совместно сейчас благовестие. Рассмотрите. У нас такой опыт, которого не у него сектанта нету. Мы живем день и ночь этим. Мы почти 100% жертвуем все. Абсолютно дело благовестия. По-другому не возродятся души. Был бы я сектант, я бы уже 56 общего организовал. Но я не могу. Я православным толкаю их батюшке, который грубит меня. Я бы не очень рад и попрещищался. Рядом у меня сестра их говорит. А можно я к вам поговорю? Переядься Семен, идет кисок. Подойдите к нему, спросите. А он меня прищищал. А он не слышит, что я сзади еду. Такой был грузный батюшка. 153 килограмма веса. Приростит 168. А кто, понимаете, да нельзя. Это еретик. Он меня прищищал. Я у него ремонтирую дом. Достаю ему все. И не другое молнии, нисколько. Я уж не стал показывать им на глаза. Я бы провалился здесь. А где? В Солковску. Только когда шли от храма. Я говорю, ты благослови, что мы занимались на дому. Занимались. Это внутреннее внутри. Приезжаем в корабель, непосец, роман знаете. Перед этим батюшка встречался. Три Евангелия нашли на все тело. Мы везде спрашивали. Вот это наша сестра. Вот. Не нажал, наверное. Спрашиваю, духовная литература есть? Ходите в храм? Ходим. Какая есть? Пять тысяч загадок, стольники разные. Волшебство и прочее. Она вытаскивает от стольной духовной литературы. Я говорю, Евангелия, Евангелия, зачем? Я думала, что это воспоминание. Что нужно, а здесь роман скажет. То есть он подмял. Это идол. Самый натуральный идол. Это говорит Василий Великий. Если священник не учит, он, как и было, позлащен. И так же пакет изгласен. Так что смотри. Хрест может блестит, а душа не блестит. Думай об этом. Исайя 1.20. Горе тем, которое зло называет добром, и добро злом. Тьму почитает светом, и свет тьмою. Горько почитает сладким, а сладкое горьким. Нас это прямо касается. И вот только я-то все записал на видик. И подарил. Вот сидит Ваш секретарь. И сказал, если можно, пожалуйста, вызовите священника. Мне хочется, ну, открыто поговорить. И сказать, отцы, ну, другому рубишь голову. У нас это невинно. Вы не православны. Это все записано. Мы читали Ваши книги. Ну, назови, где ты читал. Он ничего не может. Он не читал. У нас я читал заголовок только. Мои книги читать человек должен знать Евангелие. Когда сидели за столом, в прошлый раз, и Тихий сказал, вам никогда не обвинять, потому что все книги на Евангелие. Там сцементировано все. Там мне нашей голове, говорит, досталось считать. Горнулись и сказали, это настольные книги для священнослужителей. Так архиерея, они говорят, это настольные книги стали теперь. Книги постные. Телевизор видели. У Путина, у Медведева и у Патриарха. И священник выходит в село Завьялова. Отец Александр. Ну как, братья и сестры, тепло сегодня у нас, да тепло. А почему у нас тепло в храме? Потому что мне Игнатий дал книги, Евангелие, я их жег. Они похваляются. Слышите, господин Сверхи? Они кощунствуют. Это Новый Зарьев, Кризис, данный впервые на 8 параметров. Лучше всех, самых лучших, в толковании блаженного эпиланта. Но там 297 моих комментариев о положении в церкви. А то, как нужно непрерывно, я не толкую, а усиливаю, как бы, привожу к сегодняшнему дню слова эпиланта. Он непрерывно говорит о проповеди. Непрерывная проповедь у всех, не только священников. А я их жег. Камень на обид. Священники выпивают. На исповеди батюшку, исповедуют бабушку. Ну, вы знаете, Гарриенко. Слышали такого, бывшего коммуниста? А вот узнали у такой батюшки Татьяны. Татьяна, да у тебя еще есть мангель, я тебе Игнатий дал. Да не Игнатий, а Павел, Ермоленко. Принеси. Да вам надо принеси, и прищищать не буду. Это самая страшная игра, при счастье батюшки играет. Я не прищищу, и ты в ад пойдешь. Как сейчас, что я разборил. Она вся пухла, вода не отходит, Татьяна. А там священник. Не буду прищищать, пока не покаешься, что приняла крещение. И можно сломить ее. И чем закончилось? А тем закончилось. Что все отнято. И когда к этому священнику я подхожу и спрашиваю, батюшка, так ли было? А только вчера собирался к нам ехать. А там американские шпионы с подпоясками, с такими-то, с бородами. Вообще. Дома малешеных. И тут же сестра нашего брата там же ходит. И батюшка, да не так же все, но показывайте. А ничего не слышит. Я знаю, почему это. Знаю. Я называю вам даты, места. Выгонять Игнатий, только уезжайте. Игнатий Тихонович, только уезжайте. Отец Роман. Теперь Кеменцева. Единственное, где нам повезло, в шалоболе. Тебе, что болел. Болел, его не было. Но из всех священников еще один Александр вышел. Который нас вышел, проводил, объявил, благословил. Я боюсь его называть. Сожрут его. Попы его с лопой не подавятся. Почему? Потому что он будет мешать. Если вы четко забудете, его не будет. Я вам скажу. Обратите на него внимание. Сказать? Он благочинный. Село Родина. Романов. Прекрасный батюшка нашел. Он сказал, а почему мне не сказали? Батюшка, мы говорим, ничего кроме препятствия нет. Да я бы раньше пригласил, накормил. Понимаете как? Нам еще не надо. Мы благословились. И уже все еще. Мы когда были поклонились тому престола? А я по сегодняшний день рассказываю. Я видел, как люди любят богослужения, любят алтарь, любят святость. Дальше. Говорят о неуничтожении книг. Нужен ли суд? Пожалуйста. Я готов предстать на суд и буду посчитать себя счастливым. Все-таки книги первые вышли ровно 10 лет. За 10 лет можно было. Мой адрес на первой странице, на последней. Телефоны. Но еще никто нигде ни разу не заикнулся. Да как это можно было? По любой программе проводите меня. Но согласно Слову Божию. О единстве. Псалом 132, 1-2 стих. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ибо так заповедал Господь там. Благословение и жизнь на вете. Там, где братья любят во Христе друг друга. Не просто мы любим. Люди мира тоже любят друг друга. А во Христе, что Он спасенный. Что Он намыт кровью Христовой. Что Он жизнь посвятил для Христа. Вы сделались примером для всех Ахаи, Павел говорит. Так ли? И Христианам 4, 3. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Ни под одной эгидой. Ни под одной длани и пахи. Этого нигде нет. Я немножко скажу о этих словах, которые сегодня. Самые трухлявые и негодные слова. Это сегодня окормлять. Поцерковляться. Каноническая территория. Это слова злодейские, убивающие рождение свыше. Люди понимают. Помаленько хожу, привыкаю, знаю, через какое я пришел. Смещу подавать. Вот отцерковляются. Нет этих слов. Откуда вы их берете? Это новые слова. Слово окормлять по слову Рожего. Только один смысл имеет. Отравлять. Ничего больше нет. Кто вас... А сказал бы, я прихожу к вам со Христом или с телом Христом. Все. Окормляют. Тюрьму окормляют, армию. Все блудников соберут, всех. Столько с причастием игры. А Златоус говорит, тело мое лучше отдам на сидение. Сам, чем недостойно, причащаюсь на себя тело Христово. Я наш это услышал, я поставил себе задачу. Выполнить. Слово Божие живо и действенно. Вот у меня эпиграфом на стене висит. Живо, но сегодня сказано. Мне лично сказано. Поэтому я разговариваю, пишу письмо Патриарху Пимену. Алексею мне раз писал. Ну, писать, как в вашей епархии. Это как в Мертвого болота. Как будто бы там муляж, а где никого нет. Никогда не отвечают вообще. В прокуратуру я обращался 32 раза. 32 объяснения. В Краевой администрации я обращался 48 раз. 48 ответов пришло. Патриархию и написал. И сюда. Примерно 50 лет одного отряда. И я понял, что никого там нет. А если есть, то люди жестокие, жестокосвертные, никого не любят. Я не враг. Вы знаете, в прошлый раз, когда были, я говорил. Я не мог подать приглашение Архиенею. Меня дальше не пускают. Там задерживают и все. Ну, передать. Мне не надо. А бумаги только в четверг или среду принимают. Я только в КГБ был сейчас, пригласил там. Ну, в прокуратуре, в суде. Везде приняли. Вы кто такие? Бог же будет вытряхать вас. Вытряхать, говорится, и в прожарке жарить. Эфессианам 4.13. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Псалом 49.18. Когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодей, и сообщаешься. Вот связь эта с миром, с силовыми структурами, это не божественная. Завтра потянут власть. Вы пойдете первые за то, что заступались. Сегодня, когда сказали более-менее смело говорить патриарх, все говорят, крысы бегут с корабля, эта власть не устоит. Если священники уже куртят, говорят, во сколько, что-то тут есть с этой властью. Ну, патриарх стал говорить, что надо смотреть, народ вызывает, надо как-то отвечать. А там резко сразу с реагируют. Ну, там не здорово хватает. Мы должны быть безукоризненными, как светило сиять в этом мире. Второе корейство 6.14. Не преклоняйтесь по чужой вермозь с неверными. Ибо какое общение правильности с беззаконием, что общего света со тьмою. Этот вопрос вообще не ставится. Верующий, неверующий, когда обратился, сказать не может. Как Андрей Кураев обратился. Был студентом, неверующим, обернулся и увидел у семинариста глаза какие-то. Я задумался, глаза увидел. Как Рамов о себе свидетельствовал. Два часа говорил, я не мог показать, когда обратился. А вот там студент был, он стал говорить о Боге. Я подумал, да не подумал, это встреча со Христом. Это вспышка. Это переворот жизни. Это новая жизнь во Христе совершенно. Вот все спрашивают, ну, какая была идея. Я скажу так, я с детства готовился стать террористом. Отомстить коммунистам за поруганную землю. Я здесь все рассказывал и видел. Но Бог сказал, ты будешь гоним, ты пойдешь фирмами на деляльник. Тебя будут мучить. Бог переменил все. И у меня врагов нет. Знаете, если я начну все рассказывать, люди говорят, ну ты на его сказке рассказываешь. Молишь. И молитва не закончена, и уже с другого конца света звонят ответ. Прямо тут же сразу ответ Бог дает. Как? А убеждает, что он живой Бог. Живой. Слышащий, отвечающий. Малахи 1.10. Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы дверь, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь самого. И приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Вот и все, и благословение твое. Богу-то неблагоугодно. Как Феофан Затворкий говорит. Архиерея говорит, благословляю. А Господь скажет, неблагословляю. Спрашивает одно архиерея. Вот архиерей сказал, вот так. А каноны говорят, так что нам слушать? Он говорит, конечно архиерея. Да каноны говорят, ну каноны когда-то были. Архиерей-то же воин с грехами, если воин решил перевести. Я могу назвать фамилию архиерея, все. О, лично говорит. Я разговаривал не с одним архиереем. Я в Москву как-то приехал, она тайно при архиерею приехала. Побеседовать. Три. И начинает она говорить, думаешь, ужас один. Вот в этой епархии мы беседовали с Антонием. И тут же были тихи. Мы стали говорить, он меня все время звал к себе, у меня ни одного миссионера. Переходи, я тебе на любой храм дам. А потом вот так дверь приоткрыл, выгнал. Мы говорим, а что? Боюсь. На меня покушение как-то уже было. Нам жутко стало. На четыре человека было. Чего он умер, от чего, Бог его знает. Но три раза он в печати на меня наезжал, три раза дал опровержение. А я говорю, у этого архиерея хватает ума, видимо. Ни разу он против не сказал, а в устной форме. Поэтому я ни разу никогда не выступил. Я, ну, обязан просто ответить. И это не в одном месте. Если бы в одном месте, это всюду, абсолютно везде. Где бы я ни был, ответ один. Вы никогда не бойтесь правды, отцы. Вот спрашивают, а как вы считаете, басковская патриархия легитимна, самоустройство, анти-легитимна? Ее организовали Берия со Сталином. В 43-м году, в месяце сентября. И когда коротко спрашивают, а как вы характеризует один словом ложь, а двумя всегдашняя ложь, а тремя, тотальная всегдашняя ложь. Вопрос снят. Нам можно применить, можно, сколько лет, один день, имея страх Божий, прийти всем на покаяние, не имеющим крещения, принять крещение. Которое повинно под эпитемию. И церковь уже обновится. Как во времена Декия, 249-251 год. Как горох, как пыль посыпались при гонении. Но уже через три года церковь стала в количестве больше, а в качестве, мне надо говорить, сотни раз увеличилась в качестве. Вот такая жизнь, она разморила нас. Уточняли как без страха. Не помнят ни Бога, ни себя. Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моего, говорит Господь Саву, то я пошлю на вас проклятие. И прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. Вы не найдете ни одного священника за тысячи лет в России, который сказали бы, да, я бахал рукавами, а Бог это проклинал и проклинал. Нет. Это кто-то. Но вы же не предполагаете, что ваш архиерей Дмитриев будет в аду. И соседние партии не думают. А почему же тогда в ближних пещерах, кажется, и в Новосибирске там дьявол в ад тянет, на первом месте с митрами епископы идут? Ведь это не нами картина нарисована, и картина, и горы настоящие. Им надо плакать и молиться. Я всегда призываю к особой ревностной молитве священников. Они приговоренные. Согласно, только согласно Златоусту и Серафима. Почему Златоуст как огня боялся священства? И вот эти его шесть слов написанные. Почему я хотел бы спросить, попутно запишите, потом ответите. Не пригласили никого из священников. Мы не сдвинулись ни по одному вопросу. Я называл кого? Шалаболиха, которая рядом здесь. Ну почему вот так вот сели? Ну действительно, вам не порсно нас взять, скорее передать куда-то. Не может быть. Обвинение немыслимо. С кем объединяться? Да когда одни жулики собрались. Я по-другому не могу назвать того, который врет, вызывает на травм. Это сергианство в живом виде. Вот оно сергианство какое. Ну ты же знал, батюшка, что мы православные. Ты зачем милицию вызвал? А это моя каноническая территория. Отец, давай повторим. Это твоя каноническая территория. Запиши сейчас. А зачем записывать? Ты сейчас отречешься. Одна же старообрядка, она сказала, в течение 20 минут я докажу, здесь полный зал, ни одного старообрядка нет. Я один вопрос задам. Скажите, почему раскол произошел? Да вот, теперь ты на 45-м месте. На первом месте демократизм правления был. Вы даже не знаете свою историю. А как же здесь быть? Всегда нужно спрашивать, а что говорит об этом Библия? Вот что говорит Бог? Михея вызывает. Все говорят, хорошо. А царь-то все-таки боялся идти на войну. Говорят, а есть ли еще кто? Да есть один, но я не люблю, и он хорошо по мне не говорит. Не сказал, не правду говорит. И посыльный-то был такой ревностный, как секретарь репархии. Он любыми путями хотел уходить к своему царю. Ты только скажи, как все говорят, он жив, Господь Бог. Михея сильная влая. Жил Господь Бог. Он сказал, не вернешься, не вернешься. Вы знаете, кто такой был? Это Исаак Балманский, Исаакий. Это Исаакийский собор. Царь Валент пошел на фронт, говорит, не вернешься. Он говорит, держите его в сарае. Он говорит, я запах жареного уже слышу. Он стоил, его сожду там для соломы в сарае. Он не вернется. Не надо играть этой жизнью. Она такая коротенькая. Она мгновенная буквально. Мы для того встречаемся, чтобы объединиться со Христом. Если вы это желаете, я могу оказать помощь. Я это пережил. У меня было переживание, как апостол Павла в саду шел, и вдруг перевернулся. Я работал на корабле. Никакая беда, не горе. Отличное здоровье. Учитель в училище. Знание языков. Открыто. Широкая дорога. Я понял, она заканчивается пропастью ада. И вдруг, Слово Божье, и где у пятидесятников? Я получил Евангелие. Я не был пятидесятником. Ни языки не получал. Я просто получил Евангелие у них. Но родным надо. Я пошел к батюшке. Город Венск, послать. Пришли к батюшке. А батюшка пьяный валял. Просто валяется. Полный окурок. Я говорю, а батюшке Евангелие? Да нет, он пропил его вот недавно. Вот и все. Я поехал в семинар и остановился. Первая моя беседа была. И она не прошла из памяти моей Загорске. Тогда называлась это. Серпия в посадке. А они ничего не знают, студенты. Я стал вопросы задавать, которые сектанцы задают. Может быть, они испутили их? Я говорю, ну вы можете ответить или нет? Иконы, идол или нет? Я с сектантами беседую. У меня опыта никакого нет. Только я обратился. Теперь я докажу в течение пяти минут. Докажу неопровержимо. Всего семь мест писания. Нужно ли я на память привожу 72 места писания? Цитирую. И я от того шока все еще я правосненько. Они не знают писания, что Конституция, СССР разрушает. Да разве для этого Бог позвал нас? Христа не знаешь, ничего не знаешь. Царство не нужно без Христа. Царя, нет, зачем мне царство это? Вот смотрите, что я назову немного. В Алтайской правде появляется статья. Кто же такой Игнатий Лапкин? От имени православного верующего Барнавола. Потом он примет монашество. Ну, знаете, Хаба Федя. Какое он примет-то? И другие Алтайская правда. 28 февраля 1990 года. Он приходит ко мне потом на дом и говорит, нас вызвал отец Николай Байтович, сказал подписаться и вот такое дело. А теперь, а теперь я как-то... Да я знать не знаю этого. Ты что, сидел, статью смотрел? Да, была статья. Но за меня выступал Союз писателей. Москва такую разгромную статью дали. Кого вы трогаете? Это исповедник Господень Горгонцев и... Ну и дальше все это. Они до себя навлекли просто. Второе. Время и деньги. Номер 10. 19 марта 1997 года. Вечерний Барнаул. Это все на меня нападки. Алтайская неделя. Номер 8. Февраля 2000 года. Еще вечерний Барнаул. Алтайская миссия. Ни одного слова истинного нет. Какой же дьявол толкал подругу-то людей писать это? Но я благодарю Богу, что у меня были хорошие отношения с Антонием Васильевичем. Хорошие. Настолько хорошие. Когда вот этот конфликт был в городе Алтайской, они ко мне сюда приехали. Ну, там, вы знаете, погибло, есть, другое-то. И я специально ездил по их приглашению. Там, говорит, я говорю, братья, выход только они. Мы должны наклонить голову, прийти. И Антоник, у меня на дому выл, обедали. Он говорит, что мне делать? Я говорю, простите. Когда они покаются, конечно. И когда у них он вызвал на ковер, а я стоял перед храмом и была пурга. И вот они как раз катапульпы оттуда вылетают. Победа! Как будто бы медведя закололи в берлоге. Мы не погодя, вышел Антоник, такой растерянный, подошел ко мне и говорит, я не пойму. Говорит, они то ли победу какую одержали, то ли что и вдруг в Алтайске, там какая газета, ну на Алтайске называется, поздравляют с победой. Над кем? Над своим архиереем. Статья. Я-то ведь не с вами вместе. Я со всеми был вместе. И когда спрашивают, кто был прав, не прав, деньги не поделили. Но должны покориться архиерею. Потому что этого требует справедливость. Он не прав был. Но он сказал, я не прав был. Прости, Владыка. И ты должен их простить. Я в этой гуще событий был. На стороне был отец Николай Войтович. Я приходил к нему, мы сидели, он мне все поднимал, открывал и говорит, вот как они поступают? Если нет, это посторонний человек. Но я там жил сколько, и здесь встречаюсь, и знаю, не правы обои. Надо беседовать не как собаку, ну лаят собаку, а Христа проповедовать. Они не знали ни тот, ни другой Христа. Климят друг друга 300 лет, как будто сегодня за стенкой, как Никон живет где-то. Любовь нужна. Я говорю, вы представляете, что Никон в раю, я вакуум в раю. Может быть такое? Суд-то у Бога может быть. Я вполне допускаю оба покаяния с пересмерти. Не надо жать на свою доску. Как на кащане. Чем ниже опускаешься, противника выше поднимаешь на доске. Дальше. Если вам придется когда-то говорить на эту тему, немного потерпите, отцы. Вот у нас сидит брат, этот вопрос не решен. Его выстраницу мы не можем начинать. Брат Игорь, он чтец. Ему, видите, седай Бородар. Все. Прощенное воскресенье. Вы каждый прощенное воскресенье, вы знаете, приходили туда. Вместе к адаму архиерея, к епископу массиву подходим. Мы выходим и... Такие визиточки, на них наш сайт. Больше ничего нету. Там даже телефона не было. Как-то обступили эти семинаристы, с ними священник стоит. Какой-то Сергий назвался, так? Александр. Я не слышу все равно. И они на него. Ты, козел, дурак. Да дайте ему морду. И он стоит здесь. И архиерея предоставил нас. И стоят наши эти сестры, и все слышат. Высшее прощенное воскресенье не действует. Одно и то же архиерейское благословение не действует. Я в прошлый раз, когда были, я сказал, архиерея, если это наш молчатник, вы отвечать будете. Они были нормальные ребята. Это вы сделали такими преступниками их. Вы. Они за блюда, они за эту жареную рыбу все продадут. И мы ничем. Мы стояли на этой стороне, от храма отошли в стороне. Видите, ребята, вам идти на Игруссе, вам идти на Ленинский проспект. А они ничего не понимают, я в охота подраться. Только один, как казак, видно, и гордо Алтай, стоял, мол, сяло. Как звереныши. Было прощение какое-то? Нет, конечно. И он с этим парил ко Христу. Да кто же Христос? Это Магомед так не делает даже? Вот просто, говорит, за мечей, говорит, одержал победу. Давайте перевернемся. Она не переворачивается страницей. Она пропитана кровью. Она слишком тяжела. Она затоплена грязью безбожников. И где в доме любящие били меня, в Писании, говорит. Архиерей мог бы так вызвать и сказать, ну, идите сюда, вот свидетель, они все это видели. Так, давайте их сюда. Вы можете сказать? Ну, конечно, кто был, давайте, сейчас мы. Давайте, ребята, вам не место здесь. Ты еще не поп. И ты уже лютый волк. Вы отсюда только не забывайте, когда Господь говорит, идите, пропустите, как овес трени волков, волками он назвал людей мира сего. Но когда из Ефеса, он призвал милит священников, пресетеров, он говорит, из вас восстанут лютые волки. Лютые, а значит, бешеные. В минуту только волки. А это лютые волки, которые будут, говорит, превратно с задачей увлечь учеников за собой. И когда, интересно, в церкви считается, эти слова перескакивают, вот я смотрю, по написанию, я говорю, Маша, а зачем перескакивать эти слова? Они сказаны, их нельзя перескакивать. Лютые волки. Затут, говорит, я никому не боюсь. Как епископа. Как епископа в ветре, на горных тропах королили, а убить золотовуса. И притарианцы, охранявшие, ну, тогда же арфа, группа, говорили, лучше попасть в руки и саврян, чем этим диким зверям. Решла монаха. Это не сегодня. Вообразили, что они что-то значат. Ты только не господствен над оседним Божием. Ты значишь как проводник. Я бы дня не был православным. Нигде. Тут нет на что удержаться, если бы не священство. У священства благодать и все таинства. Я потому не баптист, что здесь священство. У них нет только положения. Это единственное, что меня держит. Ну, и толкование святых отцов. А больше нет на что удержаться. Держите вы. А ваше поведение, не конкретно вас говорю, оно убивает в людях веру вся. И в горе тебе на вас смельнейших жертвов не хватит за ваше поведение. Дальше. Вот я веду занятия. АГТУ. Технический университет. Веду я 17 лет. До этого я в АГУ вел педагогическое, медицинское. То есть я везде вел занятия. Бесплатно. По два часа два раза в неделю. Что здесь додумались? Приходит ваш секретарь Гончаров Сергей Михайлович. Не без ведома епископа. Максима Дмитриева. Принесит бумагу. Игнать, откажите от занятия. Но Евстигнеев, Владимир Васильевич Звалиев, он уехал в Москву был. А секретарь Мария Васильевна, мне очень близкий человек. И близкий проректор по учебной связи Сесенкин Борис Васильевич. Он берет что-то нужно, приходит ко мне на занятия и говорит, неприятное известие вот это вот. А зачем они это делают? У нас говорят, аудитория свободная есть, если им надо, мы дадим любую аудиторию. Зачем они делают? Это конкретно 13-й том у меня вышел. Я понимаю, вот лига, я читаю, я зачитываю и съеду. А это что? Я вижу, вот это ладит. И я пошел не в себе, а секретарь говорит, я сейчас найду, копию сниму. Пошла ее, нету бумаги. А где бумага-то? А я говорит, не найду никак. Наверное, он ее порвал. Я ему сказал, да он пришел с такой гнев, да неужели я на это пойду? Такую подлянку мне устроить, выгнать людей, сколько людей его не касается. Я вообще дорогу перешел. Проходим мы Евангелие по толкованию блаженов и филактов. Я к вам под язык не резу, вы что за мной гоняетесь? Я вам опять-то на счет разведовать? Ну и ты сядь хоть одно занятие прослушай. А вот приходят, у тебя иконы стоят посередке Христос, а Никола сейчас такой здесь, Богородица. А вот надо наоборот поставить. У меня были такие, я переставлял, но другие они не приходят. Я говорю, я переставлю, но вас завтра не будет. Он хочет, не пришел больше. Я переставлю. Ну разницы никакой нет. Я вообще не вижу в этом никакого сакрального торжества со своей стороны. И он меня хотел отсечь. Зачем? Максим обязан у меня попросить прощения. Но он архиерей. Он живой человек, архиерей здесь. А то там и будете архиерей. Не так, помяни, Господи, первого президента России, Бориса Николаевича. Вот игру придумали. Да он никто, может быть, уже вон, дверь адские разбил. За все зло, которое сделал Пинчушка. Дальше. Я начальник детского лагеря Стана, его организатор. 40 лет, это не два дня. Без помощи государства, тысячи детей отдохнули с родителями. Лагерь необычайный и уникальный. Мы обвешиваем объявления, газеты печатают. Рассылают семинаристов по городу, срывают мои объявления. Это кто же нас упал намашил? Что за отродье такое? И один из наших его поймал, устал, вау, скоблет стоит. Он говорит, и что делаешь? А меня послали. А здоровый парень, я тебя взянул бомба в столб. Брякнул здесь и скажу, что тебя не трогал. Ты что делаешь? А другой фломастер пишет объявление, лагерь, так-то дети. Катается на лошадях, пишет ересь. А другой опять ересь. Что детский лагерь ересь или столб ересь? Вы каким дураков-то воспитываете, прости Господи. Это он посланный. Это посланник. Он апостолище с патриархией выполняет. Я 40 лет несу поношение. Зачем? Запишите себе. Эта страница никак не переворачивается. За ней тысячи детей стоят. Это мой авторитет. Это моя деловая репутация. Главное обвинение всегда будет против меня, это 38 книг. А я знаю причину. Яков 3.14. Вот все. Вы ее перешагнете, тогда вопросов не будет. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сворливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Вот у вас есть священник, здесь я бы ему конкретно мог сказать, если хотите. Одно обвинение. Он уже забыл, может быть, так. Вы смелые ребята? Ответ, можно сказать? Наши люди приходят к одному священнику и дают материал о крещении, который я отдавал. А он говорит, так а что тут Игнатий вроде накрапал, написал, надергал места. Я это могу доказать, что крещение должно быть обливанием. А мне приходят и говорят, он сказал так. Я говорю, я не знал, кто он. Вы пойдите, теперь ему скажите. Если он это сделает, докажет на основании 132 местописания, святых соборов, я точно буду за счет Антихрицы в рясе. Он сразу говорит, да я не считал, я просто так сказал и все. Вот какое дело. Не надо этого делать. Я отвечаю за себя, ты за себя. Но ты меня можешь обличить, наставить, если я порчу православную веру. Я и не порчу, вы портите ее. У нас к окрещению от года до пяти лет готовится. У нас не два часа, а 500 часов академических занятий. Мы все ханоны изучаем, которые священники знают. От нас один ушел, его сразу на третий курс у вас взяли. Они видят, какой уровень. Я говорю, а почему? Ну они знают. Второе, я пора упомянула, 18-21. Когда Михей, сын Ивлая, пришел и стал говорить, а там все пророчества, иди на войну, иди, ромо в Голазке захватишь. А он говорит, а я видел, что в ваши уста залезли демоны. И тот сказал, так, я выйду и буду духом лжи в устах всех пороков его. И сказал лоб с большой буквы, ты улечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. Я спрашиваю, это дух, когда вышел оттуда? Куда он залез? Он нигде не написал, он никуда не вышел. И тогда сидеть, я с Ивлая, по рукаву ударил полустам, говорит, по какой дороге ушел он от меня, дух? Он говорит, тут будешь бегать в этот угол, ты искать, узнаешь, по какой дороге ушел. Ну так и случилось, полный разгром. Надо говорить правду, и тогда это вспоминется всегда. На правде зиждется земная ось. Никому не надо подыгрывать. Я благодарю Бога, что Бог мне дал понять это в первые часы, когда я обратился. Жизнь моя изменилась, и впереди меня ждут скорби и печали. Дело еще о чем. Вот нынешние нападки в сердцах массовой информации на патриархию Московской патриархии и Атыны, я считаю, непрямое ли следствие высеянное ею? Осия 8-7. Так как они сеяли ветер, то и пожил бурю. Иоанна 5-44. Как вы можете веровать, когда друг к другу принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Для меня это стало эпиграфом. Славу искать только от Бога. Не от брата родного, не от епископа. У нас с епископом были напряженные отношения одно время за русский язык. Он сказал, три года, чтобы не было разговора о русском языке. Ну, только библейсика, все остальное он оставился. И мы три года не заикнулись. В общем, без три года мы уже обоислили. Владыка, 23 мая заканчивается срок. Мы в Синод везде писали. Ну и все, теперь у нас мы считаем где-то. Мы не нарушили его волю. Нас Бог наградил таким епископом. Он уходит, теперь мы его не будем. Не будет у нас. Но это счастье, что Бог дал нам его. Мы остались живы. И когда он был здесь, у меня день рождения был, я ему сказал, потерпите еще, пожалуйста. Я ему сказал, Владыка, ваша самая главная заслуга, что вы не сожрали нас. Это самое главное. Он внувнулся только. Я в грубой форме выразил это дело. Но он молодец. Он выкрепил все это. Дальше. Когда спрашивают, какой у тебя выход из этого положения, я говорю, научитесь пять раз Б говорить. Пять. У меня всегда на пяти Б. Вот, клятвы, запишите. Бог... Любая проповедь у меня на этом. Библия, благословение, благовестие, будущее. И вот на этих пяти пять Б мы изменим всю обстановку. Мы с вами уже вместе. Если вы согласны со Словом Божьим, нас уже ничто не разделяет. Если говорят, это твоя епархия, я говорю, батюшка, еще раз запиши. Значит, твоя епархия, твоя территория, твое свекольное поле, твое портопельное. Но если все заросшее, ничего там нету, ты в этом доме не был, в этом не был, там повесилист тут сидят, это твоя епархия. Каноническая территория. Ты же преступник. Понимаешь? Это не просто как подошел, говорит, собака помочилась, это моя территория. Нет. Территория-то вот, я в его душу вошел, меня представили, и мы теперь заедино молимся, постимся, благословляем Богом. Если этого нет, ничего нету. Твоя каноническая территория, она тебе даст еще знать. Ты никого не знаешь, это обманные слова, выгрузите их из памяти. Почему нет претензий к баптистам, адвентистам только к нам? Почему? Ни к католикам нету, они вообще нету, они открывают новые епархии в Сибири. Мы ничего не открываем. Мы засохли на этом. И людей всем до одного посылают в московскую патриархию, и мы лютейшие враги. А на подсознательном уровне понимают, пока мы живы, мы показываем, что православие может быть человеком двигаться. И поэтому заглушить, раздавить, размять, чтобы нас не было. И тогда тише, младше. Только поэтому. Так, Иезекииле 336. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, все схвачены будут за грех свой, но кровь его взыщет руки стража. То есть вы обязаны предупредить людей. Это грех. Пост никто не имеет права нарушать. Я занимался три года канонами. Это вообще много-много времени. Я знаю все данные каноны, перевел на русский язык. И вот понимаете, что 989 правил Священного Синадона. Да вы не ответите, семинаристы, вы не знаете этого. Действующих правил сегодня всех соборов Святых Атов 719. Запиши. 719. Из них 413 ежедневно целенаправленно нарушаются в любом храме. 413. Я покажу, какого собора, какое правило и почему оно нарушается. Меня когда узнали из рук, буквально вырывали, где типография напечатана, там теперь напечатана и идет. Стоило того. Без соборных постановлений мы слепые котята. Это святые отцы. Если Евангелие является путь, то вот эти каноны являются вехами на этом пути. Так от них выразился митрополит. И Евг. 1313. Замолчите передо мной, я буду говорить, чтобы не постигло меня с властью. Писает 28.18. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны. И вихрь все разнесет. И еще немножко. Священное Писание. Оно имеет такой вкус, постоянно и новым людям все открывать. Для нас открыто сегодня. У знакомых есть архиерея. Я переписал, которая близко знакома. Такие, как мы, мы никому не нужны. И никто нам не рад. Как и они. Мы. А я не нам. Сегодня юрисдикции уже практически 13. Некоторые мы признаем настоящими, как Агафангел Пашков, Тихон Пасечников, Антоний Орлов. Но у них есть весь, у всех один пункт, который мы не можем пойти на соединение. Ну, кто из вас, скажите, знает один пункт у них, который нас не может с ними сблизить, пойти под их юрисдикцию? Один пункт. Первый. Тот, который нас с вами сближает. Что московская патриархия безблагодатная. Этот шаг мы никогда не сделаем. Никогда. И не делали, и не сделаем. А там первым делом, как у старого греца, все не коняне, они там проклятые, сначала отрекись, не Ферафима, не Игнатия Бенчинина, тогда мы тебя принимаем заматом, помажем тебя. Мы не можем для этого пойти. Сергий Радышевский молился двуперстным. А Ферафим-то двуперстным. Его Бог Бога. Нам не надо спорить о пальцах, нам надо спорить о том, Господи, почему мне никто не подсказал, чтобы жить-то во Христе, ведь я не гадьян, я нарушаю заповеди Божии. Ну почему навстречу мне не вышел помощник какой-то? Я день и ночь еще учащик меня. Деяние 262. Я говорил уже об этом. Второй аккоритм 3.17. Господь есть дух и где дух, Господь не там свобода. Я очень высоко ценю этот сил. Патриархии нет свободы, ни у вас нет, вы даже не знаете. Я вам буду говорить это пустое. Во Христе это в Боге. Я упрашиваю у Бога. Вот есть такое место в Библии, которое у меня эпиграфом. Псалом 118, 164 стих. Хотя запишите себе. Попытайтесь выполнить. 118 Псалом, 164 стих. Давид говорит, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Златоуст говорит, при множестве царских забот он находил время. Семикратно. Ну, бывает Серафимово правило, у меня правило такое, моим именем, боже мой, еще такое, это ты святое и сто поколов. Десять Христу, Богородице, Ангелу Хранителю, Анну Христику, Ирекула Чудотворцу, Пророкам, Святым Небесным Силам и Апостолам, Святым Мученикам, Святителям, Женам и Деву. Десять получается. И вот так, чтобы не меньше семи раз. Я патриарху написал, что я за вас, примерно, до 18 раз здесь ставлю такие молитвы, чтобы прославить Бога. Это главное мое теперь назначение в жизни. Попробуйте, настрой будет другой. И на каждой молитве своими словами добавьте, покажи, кто я. И в конце молитвы мы слагаем руки, у нас все поднимают руки, Господи, слушай, тратуй, соединим молитву мою с молитвами всех святых на небе и на земле молящих. Написано, понимаете, руки без неба сомнений. Ничего нету, неестественно. А дальше мы сто поклонов делаем. Молодые делают земные поклоны в пост. И теперь, Господи, услыши молитву всех, кто молится о нас во благо. И наша молитва о всех, кто просил нас помолиться. А потом мы говорим, Господи, слушай тратуй, говори. И стоим какое-то время, прислушиваемся, что Бог скажет. Перед каждым молением у нас 7 минут заходит, полно встали на молитву, 7 минут ногами не пришелись, не перекреститься. Мы ждем, чтобы Господь благословил священника, как огненное дыхание у него было. Мы едины все, все находимся. Вы знаете, Бургин отец Александр. И он однажды, я попросил, может быть, какую-то роль сыграло, знакомые люди отнести в Бога Завета. Он пошел, 50-ники. Я приезжаю неделю через день, он не может отойти. Ты знаешь, я был там? И они восстанились молиться, когда он у него с красным гостодипломом академию окончил, умнейший, их три брата, все священники, Николай тут был. И он говорит, как они молились, я не могла помнить. Понимаете, они прямо с Богом разговаривают. Вы сейчас болием. Христос, и больше молитвы нет. Вы как будто молиться не умеете. Кроме Христоса воскресе, у нас молитва на это положение, на открытие сердец. Вы не молитесь. Не молитесь. Ну, по привычному, как говорится, у буддиста Меденко промолола. А ты должен каждый день молитву такая, чтобы она потрясала все. Не в крики, а в огненном дыхании перед Богом. Говори, Господи, слушай, это рак твой. Вот меня спрашивают, какая у вас самая последняя мысль, а только одна, Господи. Ночью, чтобы не проспать, ночью, чтобы не пропустить молитву. Только одна. Господи, не проспать, еще ни разу, ни в тюрьме, нигде Бог меня не посрамил. Нигде. Подъем в шесть, меня точно в четыре поднимают. Утренняя двучасовая молитва. И это больше года. Там светлый день и ночь. Почему? Бог слышит молитву. Вот что и дело. Мне говорят вчера, говорит, ночью за вами семь преступников молились. Можно я тоже встану? Я ни разу не обернулся, я их не видел. Это Бог делает. А мама говорит, здесь священник лежал. Я говорю, что делал? Да ничего, он лежал просто и все. Знаете, их тропе тут был. Ну, на этой же вот ходе, шконке лежал, думаю. Бог покажет, кто мы есть. Вы знаете, здесь был одного засима, отец Михаил, Михаил какой-то. Мишка, иди сюда. За извращение, за извращение малолетних. Я проносил передачу. Ну, сидел из Питманова, в Суртае, отец Владимир. Я ему тоже приносил кое-что туда. Там, Володька, иди сюда. Там у меня отец Владимир. Его вызвали, остался с ним, говорит, он все соглашается преследователем. Я ушел, он опять, ну, а как я отдам это дом? Епархия с ним судилась. Отец, сбрасывай все, корабль тонет, пшеницу все, бросай за море. Тебе не до дома сейчас здесь. Я ходил, ходатайство, краю прокуратуры, везде. Ну, его досрочно освободили. И он больше нет. И он к нам приходит и говорит. Я говорю, вот этому человеку, он говорил, ты не ходи, у них икон нету. Ты не ходи, там Божья Матерь не прочитает. А когда стал ходить, он говорит, Игорь Владимирович говорит, ну, а ты знал, что есть? Знал. А зачем же говорил? А чтоб ты не ходил? Да ты ссорился, ты живой. Ну, я называю прямым именем. У вас был Георгий Титов. Хороший священник, неплохой. Судили с сынокеней, Милославская Ольга, а он у них как представитель. А я представитель от ее стороны был. И он гонит на нее, что ты не работал. Все говорят, она работала, она работала, продавала там книжки, все. Я вышел в коридор, отец, Игорь, ну, ты же знаешь, что работала? Знаю. А как же ты говоришь, что не работала, но она в суд подала, что-то должен делать? Я такой охнул. Да попутал, с врагами и с попутами. Это одна веса только, мы сейчас с ума сошли. Она на нас подала, и потом мы ее в обемку одну засудить готовы, не знаем, что сделать. Но она работала, она выиграла процесс один, второй, страшно об этом. Еще чуть-чуть. Это один раз на всей жизни, я больше не буду говорить вам. Так, ходит примерно 1%, как говорят статисты, но говорят, что меньше ходят, и жителей, которые на вашей канонической территории. За 99% вы думаете о том, что это вещество? Ты бы сказал, на моей канонической территории, но это ваш огород, свекольное поле, листройка, и приходят люди, трудятся. Благоразумный человек разве будет выгонять со своего поля людей правильно, тяпающих, окучивающих свеклу. Он гонит, он бешеный поп. Бешеные псы, лютые волки, это бешеные, особо шеи, они только отстреливаться будут. И наше объединение, оно не то, что даже мысли к ним мысли. Куда я пойду? Идти к волкам. Вот вы не вызвали священников, а это был бы первый шаг. Дальше, вы ничего не можете сделать. Вот мы сейчас принимаем решение, сейчас мы выступаем, это все принято, на все голосование. Вы ничего не можете. Архиерей сказал, этот новый позорный ваш устав приняли диктаторский. Дальше, архиерей даже примет, сейчас разошет Игнатия, не трогайте, ему давайте слово, никакой роли не играет, они будут шипеть и жалеть. Это невозможно изменить. Это работа десятилетий. Вы говорите, мы его давайте забудем. Не можете изменить сущность, не может Барс изменить пятный эпиоп кожи своего. Вы такими останетесь. Даже ваше решение, вот вы сейчас полюбили меня, без меня просто дыхание вас схватывает. Но вы ничего не сделаете, вас просто под эту мясорубку со мной вместе пустят. Вот какая штука-то. И поэтому мы собрались здесь для того, чтобы поделиться талантами, которые Бог нам дал. В Боге. В единении. Я не скрываю, я перед Богом, я священников люблю и уважаю, но я уважаю не для того, чтобы батюшка благословить. Мне ваше благословение, вот архиерей, благословите, я пятьдесят лет проповедую без своего благословения. Ты меня только проклинал пятьдесят лет, опять благословение взял. За кого ты проголосовать можешь? Я не верю. Бог говорит, проклинаю ваше благословение. Идем со мной на проповедь. Я вам программу написал вот здесь вот. Как сделать? Сколько с вашей стороны? Как мы будем ходить? И при том, отдельно делаем всего пополам. Вы свою литературу знаете, мы свою поровну выступаем и в конце всех даем, восходку к этому. Что не надо? Ну у нас капает опыт. Что говорить? Что дать? С каким человеком как беседовать? Вынесите это архиерею. При том, вот на деревню пригласили, если архиерея не приедет, это последний раз. Больше ни приглашения, ни разрешения не будет. Постарайтесь, чтобы он к нам приехал. У нас слишком все меняется быстро. Практически у меня почти все. И вот наши эти обвинения, я хотел бы, чтобы их озвучили потом где-то. И против меня выступили в едином строе все противники мои. А меня пригласили на суд. Самых ярых моих врагов найдите, которые меня там везде клеймили, и меня вызовете. И я приду. У меня будет только сидеть какой-то человек писать. Я знаю только, что он успел записать. Я дома, там я все прослушаю. Поэтому мне очень удобно с вами разговаривать. На ваше предыдущее выступление я не могу не злиться, ничего. Я просто с чистого листа начинаю. Я вас не прошу прощения ни у кого. Я против вас не согрешал. И вас не прощать ни у кого. Против меня вы ничего не делали. Плохого. Я считаю, у нас хорошие с вами отношения. Хорошие. Их надо вот в этом плане идти. Не переверстывать страницу. Не говорить забудем. А разрешить, выговорить, попросить прощения и теперь развивать дальше. Но это только на нашем уровне. На уровне и пархи вам это не сделать. Это невозможно. Баб Брашкина не может и заставить это. Он не может быть другим. Он там в слове крутит, варит их своих. Они ничего не знают. Сегодня Достоевского, Заши Шекспира. Дайте им Христа живого. Они Бога не знают. Самая большая беда. А вы знаете? Да, мы знаем. Я не слышал ни разу голоса Божия только через Священное Писание. Аминь. Содержательное рассмотрение. Конечно, не может уместно ли спрашивать, как можно совместить с одной стороны действительно, ну, наверное, это отдельный, как можно совместить любовь к духовенству, те обвинения, которые высказаны практически, и то, что не существует средний, оказывается истинное духовенство, и в то же время присутствие благодати в Таинствах церковных, совершаемых через Священную службу. Как бы вот не совсем непонятно, как можно сразу это все совместить, потому что здесь уже не то, что там да-да и нет-нет, тут уже прямо и то, и другое, и треть. Но одно исключает другое. Поэтому, ну, наверное, как-то можно. Наверное, ну, если обращаемся к Библии, то там такой есть пример, что у него священники Ирли, а у него сыновья священники были недостойны. Помните? И грешили так, что там в храме считают женщины, но Господь от них жертву принимал? Да. Принимал. Есть такое, про это нам Слово Божие об этом говорит. Поэтому здесь, если жития святых, что видели, говорили, что священник там служит, но он недостойный. На святом было видение, что не священник присущает ангелы. То есть благодать, она может извиваться и через ослица может заговорить. Поэтому здесь на этом не то, что мы совмещаем, но это так, что, допустим, как и брат, он на этом и стоит. Если бы этого не было понимания библейского, то есть Слова Божия, то, конечно, он бы куда-то в какую-то секту свалился бы и прочее. А вот именно на этом. Я уже еще раз говорю, что у нас не было, когда у нас это был спонтанный такой необходимый переход в зарубежье, не то, что мы там чего-то искалили или что-то. У меня тогда никогда не было, чтобы там неканоничность или безблагодатность это бы не было. Поэтому мы совмещаем это. Поэтому в сравнении с другим мы скажем, что необычное. Ну, тогда вопрос, то есть скажем так, это обвинение духовенства, обвинение в священном начале или в том, это воспринимать не непосредственно там вот отец Владимир, а как такую проповедь некую об ответственности священнослужителей за то, что им верят в Господь. Конечно, чтобы исправить именно дело Божие, которое Бог дал нам. Ну, мы видим сегодня. Я вам потом уже, это не для общего, скажу еще об одном. Для меня слухи в последующем недолго. не для того, чтобы нам как, а именно чтобы как нам совместно направить это дело, чтобы было не поношение, как сегодня православие, а что именно что вы видели и сказали, да, это православное. У нас есть такие, говорят, что куда к вам, да нет, я говорю, видел. Мы не Алиса, хорошо, конкретный пример я хочу спросить. Вот ваши, ваши, члены вашей общины, вот возьмут они благословения у отца Александра. Вот если подойдете, возьмете благословения. На что? Нет, ну просто на дело. У нас всегда это, у нас этого нет, как из него жалов. Я вообще вот вот говорю, что если у меня значит я нет, я не могу там заболел иди в право. Я так запрещаю где-то. Нет, право это понятно. Я говорю вот конкретно. Причаститься или это. У меня вот было же у нас случилось, что я прошу вас обращать, помогите там отпеть старейший мой прихожанин храма умер. Но я только уехал, у меня просто физически нет возможности приехать. Каждый из них кто этим благословения не прибегает никто. А вот из всех общин вот раньше которые зарубежные церкви относились, вот есть которые перешли московские патриархатели в основном есть. сразу там были. Это было в Шадринске, потом там в Нижнем Тагиле еще было там есть. В Шадринске было так, что отец Владимир Карелин он был епископом там был Михаил он был лишен сана. когда он перешел он лишил сана. Но когда сейчас послал на соединение чтобы признали то решение сана не действительным его вновь это и он продолжает там сурон в московской патриархии. Но а вы с ними кто в московскую патриархию перешли поддерживать какие-то отношения патриархии и у них возник какие-то проблемы как они грешки московской патриархии нет в большинстве не возникли почему потому что у них совсем другое он так же все у нас проблемы у нас основываются это из-за чего из-за благовестия из-за нашей деятельности а не нет он как и был он один из тех что был и он когда переходил то у него переход был у тех допустим переход был совсем по другой причине чем у нас дальше стали переходить чего епископ там в другое место переводить или обидел епископ они сразу раз в зарубежную переходить стали первые были приходы наши шесть священнослов из-за Омска и я его брат Василий из-за Фанта и Валентин Русалца это были первые покойные первое было совещание приезжали Ларион и Марк германский это было весной девяностого года в Сузе это было первое совещание у нас зарубежное здесь было вот когда Ларион привез нам грамоты что я приняты в это с общинами вот это было а дальше стали переходить большинство 13 различных юрисдикций у них какие-то кардинальные такие похожие с вами требования к московскому у них совсем у них в основном экуминизм и сергианство все только это у нас этого нету поэтому у них экуминизм и сергианство и все а когда было когда в 2003 году было в Нью-Йорке пастырское совещание не было в Европе там именно значит наставили это вопрос что из экуминизма можно можно грузинская церковь вышла из совета семерного совета церкви говорит что шеф-кунов говорит ну это было там тогда нас вроде заставили КГБ там власть вступить туда но сегодня нет можем выйти оттуда это на соборе уже на этот шаг не пошли московская патриот а если в это пошли то думаю что этих бы сенот теперь о том что сервьянца то есть признать то что высказывание митрополита Сергия в то время было вот что там в основном берут что радости это и власти это наши радости там печали там это наши печали то есть полностью поддержка безбожной власти покорения чтобы так хотя было это гонить но это неправильно было сделать не нужно было это сделать на это тоже не пошли из этого все пошло а если бы это это то их бы не было понимая сейчас между собой соединить я поехал в прошлом году в Омск с Тихоном встречались он-то думал что я приехал просить а я приехал и говорит а почему вы саркофангелом то нельзя что ну надо убили что нет соединиться это невозможно сейчас они никто я пытался саркофангелом разговаривать с Тихоном не хотят между собой не хотят какие-то претензии друг к другу а такие что они то есть не стоит то что высказал Игнатий Тихонович по Ивангелу там именно что как улучшить положение сегодня духовно-цирковное нет с тем что высказал Игнатий Тихонович как бы тут под каждым словом подписаться можно в том плане это же слова священные пожалуйста я говорю все что вы сказали касаемо ответственности духовенства там или пороков духовенства или любого неисполнения постановлений Божьих кто вот так вот по совести из нас может сказать что сие ложь конечно это правда весь ну немножко может быть у нас разные понятия или там у каждого личного как это в жизни притворить ну тут тут еще как бы вопрос не совсем может быть до конца понятно ну по крайней мере мне вот как можно совместить некоторые моменты ну это тоже как бы частное могут быть различия а ничего вами не было сказано действительно то что не назовешь это ересь или что-то антиправославное высказано конечно это не назовешь но как всегда вызывает вопрос как бы лозунг произнесен или даже как-то вот вы сказали а вот как в жизни реализуется это вот мне видится что очень сложно после даже вот таких замечаний и обличений духовенства очень сложно будет вашим вашей пастве вот с любовью потом смотреть на православного священия очень сложно сейчас скажу в городе фрунзе я с медицином на дому собирались один игумен он теперь в Почаево и священник отец Владимир Святков в Санкт-Петербурге а этот грош отец они нашли выставку но я тоже подставец и что они вышли к народу и принесли покаяние и начали исповедовать и мы две вот таких пачки только волшебных молитвей собрали и прищищать только на последней неделе приступили а вышли к народу и сказали мы Бога не знаем а уже запрещали академию у него психологический факультет они вышли с такими слезами к народу вы понимаете что в народе было это пробуждение и я к Ирею ближе стал нам нужно сегодня чтобы Дух Божий коснулся каждого сердца нам не надо выдумывать поднимать какие-то нам нужно просто взглянуть на великое наследие православное которое дал Бог нам и они вот в одной церкви они вышли но сразу же в третьем четвертом начале там ходят я немного написал письмо а тогда был ташкентский барфоломей ну старые священники знают и он меня вызвал а я пришел тут был такой Гузмаков Сергеев он в Сибирске служил и он на все про все 25 человек я посчитал где-то 18 минут он хрестил это ужас я подошел говорю отец а с чего ж так хрестил он говорит да все хрестить пришел я говорю да нет ты все испортил неправильно он так кулаком меня в бок ударил и говорит да брось ты заливать пойдем в ресторан со мной сядь я хиреев все написал какие правила каноны гангерского собора показал он меня вызвал сначала брата Павла моего родного брата он говорит сам писал он говорит сам так я вот священником поставлю я приехал у меня три храма ну на пути стал отец Дмитрий Дудко который попал в это время опал а он у меня был духовный отец и он мне книгу Дмитрий Дудко говорит дай мне а я книгу не на Библию дам я говорю не на Рабу Библию ни на что меня это во-первых нельзя а во-вторых это дар моего духовного отца я не дам ну он вышел из этого положения вот тебе деньги в конце уже уже все завтра рукополагать будут посуда ты священником будешь и он мне прямо сказал вот тебе деньги я найду такого священника как надо а ты что делаешь проповедуешь это не как благовидная причина у меня заменами нижай бог мне петрополит Виталий в Нью-Йорке был он говорит надо священником быть надо священником второй епископ третий вам надо быть священником тут Вениамин кубанский и он тоже в Москве меня захватил вы обязательно должны быть рукоположенным но когда я рассказал чем я занимаюсь как иду в Кюрьму как свидетельство действительно многие пути были бы отрезаны наверное это ваше покрышение и мне всегда вспоминаются слова не мой герой митрополит Сергий Старогородский и он говорит наступит в последнее время всеобщее вступление и бог истеки и мирян никакой другой харизмы не обладающих рукоположением будет выставлять по ревности духа и церковь начнет исправляться я считаю на меня Павла Таджиренко я его засветил 5 тюрем позади почти 26 лет гонений от психиатрии меня терзали раздирали накачивали а дом боялся чтобы развитые коньяки ну было время Хрущев сказал плотворение советской психиатрии лагерь смерти там не быть нельзя было но я вышел и я думаю это все для того чтобы бог приблизился более ко мне чтобы лишнее меня убрать так я занимался многим многим-многим просто скажу еще служил в Морфлоте МФ где бог МФ вот я писал стихотворение по 9 куплетов 3467 стихов 80 положено на музыку я перестал писать я издавал хрпечати нигде не печатал я издавал книги писал все перестал делать 4 проповеди каждую неделю в храме я пошел у меня МФ осталось молитвы форума это бог я все подписал завещание сделал я отовсюду отошел мы бы знали оцикарфе нам дорогие близкие мы каждый день молимся вспоминая имя патриарха епископа Максима у нас дня не было чтобы мы не молились и не то что там накажи его каилу нет господи чтобы никто не оказался до дверя царства небес ему так тяжело у него должны быть рядом люди которые поддерживали его которые не шут и были как Иоанна Грозного а прямо говорили по слову Божию он человек которому мало времени заниматься духовными делами он нуждается в максимальном внимании духовной стороны а сейчас бы сказали а ты пошел бы ему я пошел бы к Медведеву в советнике но не зовут есть поговорка бодривые корои бог рог не дает я бы пришел к Максиму и здесь я каждый день приходил встречался я сказал сегодня мне на сердце положено чтобы вот это вот сделать а вот это надо отодвинуть и не делать то есть я в курсе делал какие дела все вепархии отлучают там каждый пятый священнослужитель запрещенный и нам это не радостно больно ну а я говорю из-за интернета а, ну дело вот если уж так не устарелые данные дело в том что из этих там каждого пятого количества две трети священнослужителей запрещены в период с 98 по 2000 год их просто вот нет еще еще даже и не знаем где их искать а поскольку все равно священнослужители они запрещены дел нет и где они находятся а они ко мне приходят на атом спрашивают совета я говорю совет один обратись к Богу это хорошо он сделал что я тебя епископ отстранил тебе будет время заняться собой у католиков каждый священник каждые две недели в году должен быть в одиноче там ну назовем как это каюта его или там кевер и заняться своей душой это очень полезно я говорю ты еще Бога я молю отец Павел он у меня жил ты еще Бога будешь за Максима знаешь как благодарить так хоть беден он тебя избавил а тебя не карасей кормить а людей на небо вывезти кто-то же должен кто-то же должен несмотря несмотря на грехи немощи и прочее кто-то же должен стоять правильно вы сказали я святитель Иоанн пантауст боялся встать принять священство но тем не менее он его принял и правильно его убедил его друг когда сказал если ты не примешь то тоже понесешь ответственность за то что ты мог спасти но не спас по перебору еще затворец когда шел в собор он говорит сидите как буси друг друга пихайте архиерея встал и ушел то есть выходов много как у патриарха Павла принеси покаяние как у Андрея канон Андрея Христи а кто знает что Андрей Критский подписал анапрямую шестому селевоевскому собору и он всю жизнь каялся и вот мне Бог положил на сердце что канон должен быть трех частей вторая часть его благодарствия и третья словословие и мы каждый год так молимся внести небольшой элемент в это то есть возвести из состояния отношенного до ангела молитва это трех слоев первая простительная вторая благодарение и третья ангельский чин словословие ну да мы это наверное можем долго говорить давай то что сегодня говорили вы значит это там подумайте обсудите приглашение которое я вам дам в силе приглашение выискивать как-то возможность приехать и мы там можем уже на природе там где-то на берегу пруда и побеседовать просто можем как говорится без галстуков значит ну тем не менее мне бы хотелось вернуться к тому вопросу который вот в начале если подвести итог если подвести итог наших разговоров и вот наступление Игнатия Тихоныча вы просто формально мне сейчас нужно говорить вы не имеете желания сейчас перейти в лоно московской пока нет все равно нужен же конкретно в общем вопрос задали получили нет пока ответа от зарубежного синода не получили какие причины не знаю может быть бывает так что он часто бывает на лечении в Австралии может он там еще не переслали ему пока но пока нет и я думаю молимся чтобы Господь это как-то усмотрел и наставить на этом или как-то сильно это думаю не стоит делать и благоприятно это не принесет мы сейчас я спрашиваю не настаивая я просто услышать ответа еще раз нет пока нет пока мы не переубеждать приезжайте в гости мы повестеваем все потом меня кто-нибудь пригласили приезжайте что-то хотели задать просить ну тогда мне хотелось бы тоже поблагодарить вас за то что пришли сегодня несмотря на все какие-то сложности или сложные вопросы которые для нас и для нас и для вас наверное которые обсуждаются слава богу что эта встреча состоялась в любом случае всегда лучше услышать и увидеть глаза в глаза нежели чем говорить там за углом друг о друге что-то или или нечто такое а потом говорить да нет я этого не говорю поэтому мы благодарны в общем-то вам и за откровенность вашу но относительно наших собственных грехов и всего того что вы говорили ну что тут скажешь и мы немощные вот вы сказали что как бы нет смысла или вы не согрешили против нас мы не согрешили против вас я думаю что вот лично сам скажу что простите все же если где-то считаете что кого-то из вас либо моя позиция либо мое мнение отцов я вот наоборот и спрошу у вас прощения потому что мы иногда вольно или невольно наносим друг другу раны и иногда мы и не желаем этого и вроде бы в мыслях не имели но тем не менее это происходит человек несовершенен я хотел спросить вы что считаете встреча это бесполезно нет хорошо вы дальше продолжите нет но относительно встреч относительно встреч но я думаю что мы действительно продолжим у нас тогда следующая это ближайшая получается 13 бог даст живы здравы будем постараемся кто там из нас может а лжи обладовести мы только начинаем здесь горы разгребать придется ложь рукоположение священников 17-летних на 30-летние не раньше 6-й вселенский с тобой 16-й класса правила сложный вопрос конечно главное все надо выполнить ну слава богу что у нас тут многие получил получилось так что даже здесь присутствующих ну слава богу мы хоть это не через нарушение этого там были рукоположены после 30-ти слава богу ну вот так что вопрос как бы иначе бы вот вы сами приводите слова священного писания вы говорите и там и там господь обращался и там обличал и там обличал и там исправлял он поступал как отец он видел когда ребенок ошибался да где-то со строгостью где-то с наказательной частью но исправлял поэтому и здесь мне хотелось бы все то же самое сказать и обличая нас вот с вашей стороны там звучащее обличение да это так и кто из нас может или священник всегда когда стоит и приносит жертву он читает эти молитвы они в служебнике написаны когда он предстоит пред престол не ради меня там сказано да и не помяни господи моих грехов вот и я приношу тебе эту жертву не потому что я это выбрал а потому что ты меня на это поставил Господь поставил вот поэтому ну а предел нет пределов личного совершенствования хоть до святости вот исправления вплоть до святости вот но но святые говорили и искренне говорили о том что я самый первый грешник на земле и преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий он 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 Продолжение следует...